Ну что, сегодня мы будем говорить о желаниях и о техниках исполнения желаний. Последний клуб в этом сезоне, в этом полугодии, потом у нас будет на месяц перерыв, и следующий начнется только, наверное, к середине августа, да, там, в 10 числах, и следующий клуб тоже в среду. Какое желание будет исполнено, как вы думаете? На самом деле, всего две стороны у медали, да, с основных сторон это то, что соответствует вашему предназначению, то, что соответствует вашему предназначению, оно уже заведомо экологично, соединено с другими, учитывает интересы других и так далее. Это всё уже экологично. Это то, что соответствует вашему предназначению, то, с какой задачей душа пришла заниматься этим делом. И вторая сторона медали будет исполняться то желание, для исполнения которых вы предприняли какое-то действие. Есть такое понятие. Существует реальность. Реальностей существует очень много. И пространство вариантов в моменте «здесь и сейчас» имеет очень большое количество вариантов для исполнения. Действительностью реальность делает действие. Вы совершаете действие, реальность становится действительностью, то, что проявляется в этой жизни. Если вы действие не совершаете, то это дело не проявляется. Соответственно, действие является ключевым моментом для исполнения желаний. Смотрите, действия бывают разные. Есть действия, которые, как бы, понятно, что человек для того, чтобы купить квартиру, он поехал к риэлтору или поехал смотреть квартиру, и он совершает целенаправленные действия. А есть техники Симарона, которые совсем не целенаправленные действия, но при этом они все равно приводят к результату. Поэтому мы сегодня будем рассматривать разные-разные варианты исполнения желаний. Казалось, техник Людина придумывали безумное количество, они все разные по эффективности, и в основе исполнения желаний еще лежит механизм, работа механизма либо веры, либо знания. То есть если вы четко знаете, что вы это получаете, то это само собой в вашу жизнь приходит. Но иногда у вас в голове нет варианта, как вы можете это получить, но вы все равно совершаете какие-то действия, и у вас этот вариант проявляется. И тогда это строится только на вере, на вере в то, что это может быть в вашей жизни. То есть два вот этих механизма, они тоже ключевые, и о них тоже не забываем. То есть вот исходя из этого, мы сейчас будем рассматривать все техники, которые мне удалось сегодня вспомнить вообще, которые существуют из тех, что предлагается в разных практиках, в разных вариантах, во всяком случае, из того, что проходила я и встречала я в своей жизни. И вот самые первые техники, самые простые, потом будем идти на усложнение, на усложнение, на усложнение. Самые простые техники, это техники, которые пришли из исторического плана. Это те, что такое исторический план. Если вы верите в инкарнационный цикл, а я думаю, большинство людей все-таки уже пришли из какого-то опыта своего или не своего, потому что все-таки инкарнация существует, то есть некий предыдущий опыт, опыт, исторический опыт. Во всяком случае, в вашей ДНК есть запись, если не ваша, то ваших предков, о том, что было исторически так. И так сложилось. Вот исторические техники, они как бы вступают в резонанс с вашей ДНК, с информацией, которая прописана в ДНК. И они таким образом тоже имеют право на жизнь, они работают. Из этих техник, из самых старых, если вы вспомните, это нам еще бабушки, мамы говорили, это записать то, что вы захотите, да, или нарисовать то, что вы захотите, ну, в зависимости от возраста. Послать Деду Морозу, это, конечно, тоже вариант, родители исполнят. Не Деду Морозу, просто положить под подушку, да, и переспать с тем, что вы там спрятали. И каким-то образом, главное, чтобы еще один момент, на который, во всяком случае, у меня в детстве обращала бабушка, постарайся приснить. Постарайся приснить. Зачем приснить? Дело в том, что наша душа, мы с ней разговариваем языком образов. Мы уже это разбирали на клубах, да. А с духом, с энергоинформационным полем мы разговариваем языком состояний. Так вот, когда мы в образах что-то себе представляем, а сон — это есть образ, да, вот, когда мы пытаемся это все каким-то образом реализовать, образ, картинку мы таким образом запрашиваем напрямую, бессознательно у своей души на то, что нам надо, да. То есть мы даем обратную связь ей. И это имеет право на жизнь, на проявление. Не всегда все образы будут понятны, но особенно детские вот эти мечты, когда ребенок, ну вообще на чистом восприятии находится, он в это дело очень сильно верит, у него это дело достаточно хорошо проявляется, очень быстро работает. Вот. И есть еще одна техника, она тоже называется «Утро вечера мудренее», да. Это когда вы чего-то хотите, и вы об этом думаете с 4 до 6 утра тоже в образах, да. То есть с вечера вы это дело не делаете, откладываете на утро, утро проснулись раньше, и вы прогоняете в образах то, что вам надо, да, то, о чем вы мечтаете, и то, что вы хотите, чтобы реализовалось. Почему в утренние часы, утренние часы это с 4 до 6 утра, это утренние часы, почему в это время? Дело в том, что в это время еще в нашем теле максимальная концентрация мелатонина. Здесь это все уже строится не просто на душе, на образах, но на связи с Богом, потому что здесь играет роль еще химия тела, вот. И как бы у человека опять-таки срабатывает механизм веры в то, что Богу будет доступна эта информация, особенно если это сопряжено с какими-то бабушками на рассказы про то, что Боженька слышит в это время, еще очень хорошо сопряжено. Знаете, такая молва ходит, что с 4 до 6 утра пространство свободно, все спят, поэтому мысли не летают, и именно ваша мысль летит до Бога, да. Ну, все это имеет место быть, но механизм это тоже работает. Это самые примитивные вот практики, более примитивных я не вспомнила, да, но вот это самое простое, что пришло в голову, это практики из исторического плана, то есть под подушку и утро вечера мудренее, да, две техники, которые можно использовать. Этим же техникам можно обучать ваших детей. Дело в том, что ваши дети, они не знают, что такое психотехники, но они верят в сказку, они верят в Деда Мороза, они верят в то, что существует волшебство, и пока они в это верят, у них это волшебство случается. Вот, поэтому ключевой механизм веры у детей, чем дольше вы его не разрушите, тем больше они могут свои жизни реализовать, проявить, тем больше удовольствия от жизни они могут получать. Следующие практики – это те, которые я отношу к энергетическим, да. Самая распространённая практика, она используется во всех фактическим, фактически во всех, наверное, системах, в разных вариантах, в разных исполнениях, то есть кто как, в какие рюшечки её обует, да, или оденет. Это практика шарики, так называемая. На самом деле, вот, какую практику вы не делали, механизм веры в результат у вас ключевой, да, и механизм чувствования того результата, который вам нужен, и откуда идёт сигнал, ваше это или не ваше, оно является ключевым, да. Вот, если записать под подушку и вот это утро вечера мудренее, оно будет работать на любой теме, даже той теме, которая вам не нужна, в силу своей простоты и в силу того, что это исторически сложилось, в силу того, что это резонирует с вашей ДНК, да, и с информацией, хранящейся там, то даже если коснётся желания, которое не дано, не нужно вам по предназначению, то какой-то... По мне возникло ощущение, что поезд, да, как самолёт. Да, да, да. Да, да, да. Да. В общем, первые две техники, они... Ваша ДНК находится в вашем теле, да, и они будут работать по-любому, потому что они вызывают определённые резонансные вещи и химические реакции в вашем теле. Поэтому какое бы вы желание ни загадали по первым двум техникам, оно будет медленно, но верно формироваться и каким-то образом проявляться. Пускай оно не проявится ровно в тот образ, который вы заложили, но какой-то вариант исполнения желания оно всё равно проявится. Да. Техники шарики, они могут быть вообще пустыми и зря потраченное время. Здесь задействована энергетика, они более сложные, и перед тем, как заниматься шариками, я бы всё-таки сперва потренировалась на то, чтобы определить моё, не моё. Что вообще я кидаю и куда я кидаю, да? То есть это уже более сложная техника, здесь уже предполагается самоанализ. Надо мне это или не надо мне это, моё это или чужое. Потому что техники шарики в разных вариантах, они предполагают работу с образами, с Богом, с энергией. И механизм веры здесь не подкреплён физическим планом, но подкреплён энергетическим планом и ментальным планом. То есть мне вообще всё больше нравятся те вещи, которые сопряжены с телом. Я потом позже расскажу, как ты их сопрячь немножко с телом. Самый простой вариант шарика. Это когда человек представляет воздушный шарик. Шарик помещает образ того, чего он хочет. И отправляет в белый свет в окна. Почему в белый свет? Давайте закроем окна. Если будет холодно, хотя бы можно будет разговаривать. Танки, это, конечно, хорошо. Я лучше выжила вместо танков. Посмотрите, сколько на один танк можно купить детям мороженого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!